Если надо, уколюсь. В Ненецком округе продолжается вакцинация от коронавируса. А для тех, кто укололся, в числе первых ревакцинация. Особенно актуально это для тех, кто планирует продлить лето и отправиться в отпуск в бархатный сезон. Чтобы не прогадать и поставить нужную вакцину, пропуск к зарубежным курортам и отечественному морскому побережью, необходимо изучить вопрос, как, например, герои нашего следующего сюжета. Убежать от осенней хандры поможет небольшой отпуск, решил Виталий и занялся поиском подходящего тура поближе к морю и солнцу. В ходе поиска выяснилось, чтобы ничто этот отпуск не омрачало, необходимо ревакцинироваться, тем более срок подошел. Я планирую в отпуск, еще пока не определился, в какое направление. Единственное, я знаю точно, что в каких-то странах вакцину требуют, чтобы человек был вакцинирован. Единственное, что я пока еще сам не определился, какую именно использовать. Тут варианты есть, в принципе, пока не знаю, пока не в курсе. Перечень стран, въехать в которые можно беспрепятственно, с российской вакциной пока невелик. И из всех доступных жителям нашей страны препаратов котируется только двухкомпонентный спутник ВИИ. Такие страны, как Египет, Турция, Кипр, предположим, они признают только нашу вакцину спутник ВИИ. Причем нужно сделать двухкомпонентную вакцину. И до въезда в страну должно пройти с последней вакцинацией не менее 14 дней. Больше никакие вакцины наши нигде не признаются пока что. Может быть, что-то изменится. А в страны, такие, например, как Мексика и Доминикана, вообще не нужны никакие вакцины. Их просто не проверяют. Например, на Кубу нужно сделать только ПЦРТС, даже независимо от того, есть у тебя вакцины или нет. Тем временем в поликлинике полным ходом идет вакцинация от COVID-19. В штатном режиме в будние дни с 9 утра до часа дня. По предварительной записи выходные в порядке живой очереди. Горожане ставят прививки от коронавируса. Вакцинироваться и ревакцинироваться можно любым препаратом, имеющимся в наличии. В обычных условиях прививочная кампания от COVID-19 будет проводиться раз в год. Но сегодня, с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев. Ревакцинация, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, проводится не ранее, через 6 месяцев после вакцинации или после перенесенного заболевания. Спустя полгода настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим COVID-19. Причем сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител. Пройти ревакцинацию можно любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации. На сегодня в Наринмаре в наличии имеется спутник Ви, два компонента и новая однокомпонентная вакцина спутник Лайт. Выбрать можно любую из них, причем независимо от того, каким препаратом вы вакцинировались первый раз. Приходят к нам в поликлинику, записываются предварительно. Принимаем пациентов и без записи. Свободные талончики есть. Так что пускай приходят. Кроме того, стоит не упускать из внимания, что правила и ограничения, действующие в настоящий момент на различных туристических направлениях, постоянно изменяются. Поэтому непосредственно перед поездкой следует еще раз изучить вопрос на официальных сайтах посольств, министерств и ведомств зарубежных стран. Обратиться в туристические агентства, которые также предоставляют актуальную информацию по эпид-обстановке за рубежом.